МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Александр Базаров. Вы сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Переселить современные квартиры. Правительство России поставило четкие задачи по переселению из ветхого жилого фонда. Посетили зоопарк, покатались на карусели. Депутатский корпус Чебоксар на себе проверил, как отдыхается в городе. Доступная среда. Проратура отстояла права инвалида. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ликвидировать весь ветхий аварийный жилой фонд. Такую задачу поставил перед регионами федеральный центр. Сегодня вице-премьер правительства России Дмитрий Козак и министр строительства Михаил Мень провели с регионами селекторное совещание, на котором обсуждались вопросы реализации региональных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В Чувашии в рамках республиканской адресной программы при поддержке фонда ЖКХ предусмотрено переселение 13 тысяч граждан. На это потребуется 5 миллиардов рублей. Михаил Мень сообщил, что до сентября 2017 года по всей России необходимы 700 тысяч человек. Министерством на сегодня ужесточен контроль за ходом реализации программ и достигнутых целевых показателей. Причем хотел бы отдельно подчеркнуть, что мы получаем информацию теперь не только от региональных властей, но и от наших общественных контролеров. И есть ряд регионов, показавших достаточно неравидотворительные результаты и, по сути говоря, заваливавших эту работу. В числе отстающих Чувашия не значится. Сейчас в республике реализуется первый этап программы переселения. До декабря 2014 года предусмотрено обеспечить современным жильем 1460 семей, которые проживают почти в 300 аварийных домах. На сегодня в республике первый этап программы выполнен на 14%. До 31 декабря 2015 года в благоустроенные жилые помещения должны переехать еще 2946 человек или 1113 семей. Дмитрий Козак обратил внимание руководителя регионов на важность выполнения программы переселения. В феврале-марте такая работа была проведена Министерством финансов вместе со всеми руководителями регионов. И мы со стороны федерального центра, со стороны правительства, Министерства финансов свои обязательства выполнили. Под эти обязательства руководителя регионов были предоставлены всем дотации на обеспечение сбалансированности, насколько я помню, в объеме 60 миллиардов рублей, 40, а 60 дополнительно. После этого со стороны федерального центра, когда были, несмотря на такие обязательства, были сделаны целый ряд уступок. Увеличили софинансирование, если оно было в среднем по России, со стороны субъектов Российской Федерации 62%, то сегодня 47%, с небольшим, 47%. Сегодня приняли закон, позавчера Советом Федерации он одобрен, где изменились условия предоставления субсидий. Дмитрий Козак подчеркнул, что выполнение всех поставленных задач взято под строгий контроль и рекомендовало руководителям субъектов Федерации подписать с подрядчиками дополнительные соглашения, ужесточающие санкции в случае невыполнения договорных обязательств. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в Чувашию приехал известный писатель, журналист и общественный деятель Александр Проханов. Сейчас он состоит в одной из политических партий, работает главным редактором газеты и до сих пор ведет передачи на одном из федеральных каналов. Но его визит в республику носит вполне рабочий характер. Он изучает состояние дел в российских регионах. А сегодня Александр Проханов встретился с главой республики Михаилом Игнатьевым. Вообще в республику Александр Проханов приезжает уже во второй раз. Писатель вспоминает, что сюда его эвакуировали во времена Великой Отечественной войны еще четырехлетним мальчиком. Поэтому вопросы главе Чувашии писатель задавал со знанием дела. Во время рабочей встречи зашла речь и о промышленности региона, и о демографической ситуации, и о постоянно увеличивающихся миграционных притоках из юго-восточных регионов Украины. Глава Чувашии рассказал гостю о том, что в республике на протяжении многих лет сохраняется стабильность в обществе. Хотя здесь проживают представители 128-й. Журналист заметил, что это сразу бросается в глаза. Наслышан про Ханов и о красоте чувашских женщин. Здесь он даже предложил провести ярмарку невест. Планирует открыть писатель в Чувашии и региональное отделение известного на всю страну из Боргского клуба. Сейчас он объединяет ведущих экспертов. Его членами являются нобелевский лауреат Жара Салферов, журналисты Михаил Леонтьев, Максим Шевченко и еще более 30 человек. Сейчас они колесят по стране и изучают, какие перемены происходят в провинции. Появляясь в регионе, вот в таком составе или другом, мы как бы даем понять региональной элите, что в стране происходят перемены, что в стране идет выстраивание новой идеологии государственной. И приглашаем их сотрудников. Боргский Александр Проханов назвал очень интересным местом и пожелал вернуться сюда вновь. Михаил Игнатьев, писатель, вручил свои книги. Сегодня в России празднуют День молодежи. Официально он отмечается с 1993 года. К этому празднику имеет отношение 27% россиян, так как по последним данным в России проживают 39,5 миллионов молодых граждан. В Чувашии более 274 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет. Сходили в зоопарк, покатались на каруселях. Вот так начался сегодня трудовой день депутатов Чебоксарского городского собрания. Народные избранники решили прогуляться по паркам, но не отдохнуть, а наоборот, как следует поработать. Компанию им составила наша съемочная группа. Первый пункт депутатского рейда – краса и гордость столицы Чувашии – залив. Однако и у этого достояния республики есть, которым не похвастаться перед гостями Чебоксар. Пожалуй, одно из них – склон у аптеки номер один. Пока сейчас нет того лоска, нет той ухоженности. Надо, в общем-то, все-таки привести в порядок и вот эти проплешины сделать в цветущем виде, чтобы не было у нас вида неухоженности, забытости этого уголка. Ну, а вот так встречали народных избранников в парке Николаева. Здесь представители собрания побывали в мини-зоопарке и посмотрели, какие новые развлечения придумали для детей в этом году. В Лакреевском лесу на эти самые развлечения депутаты не только посмотрели, но и опробовали их на себе. Подробнее о самочувствии депутатов Чебоксарского собрания после аттракциона «Вальс», о том, чем остались довольны и какие претензии у представителей собрания городским парком, смотрите в программе «Местное самоуправление» в четверг. 3 июля 20.45. В Маргаушском районе место разрешило спор в интернате для пожилых и инвалидов. Один из постояльцев пожаловался на деятельность этого учреждения. Для прокуратуры муниципалитета это дело стало довольно нестандартным. Претензии в адрес интерната не поступали никогда, но в этот раз постояльцу здесь стало неудобно проживать. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Дверной проем в уборную комнату одному из постояльцев интерната для престарелых стало неудобно проезжать сюда на инвалидной коляске. На фотографиях, которые были сделаны во время прокурорской проверки, отчетливо видно. Расстояние между перегородками не превышает и 80 сантиметров. Раньше об этом здесь не задумывались. Обычно инвалиды с ампутированными ногами старались оставлять свою коляску у порога. Но гром грянул, как всегда, внезапно. В прокуратуру на работу Юськосинского дома престарелых поступила жалоба. У нас Кириллов Петр Алексеевич, он поступил в прошлом году, живет один год. Когда он приехал, на старой коляске его подвезли. Мы ему предлагали коляску. Но он, видимо, захотел, чтобы у него была именно своя коляска. Не захотел. Вот он обратился в прокуратуру Маргаушского района. Там выяснили, что у нас дверной проем не соответствует требованиям СанПИНа. С этими фактами в интернате спорить не стали. Данное учреждение было открыто 10 лет назад и разместилось оно в здании больницы. Здесь говорят, что за все время на его работу не поступало ни одной жалобы. Чтобы не портить свою безупречную репутацию, на требования прокуратуры здесь реагировали быстро. После внесения представления и поданного иска, дверной проем в уборной комнате стал шире. Теперь инвалидная коляска здесь проедет без труда. Вот сравните, вот 7 сантиметров, там метр, здесь эта разница большая. Сейчас они свободно входят. Для Кириллова выписана новая программа, индивидуальная программа реабилитации. И согласно которой, наряду с другими техническими средствами реабилитации, ему представлены и кресла-коляска. В следующем году планируют провести и в ванной комнате интерната. Здесь необходимо оборудовать специальную душевую кабину для инвалидов. На ее отсутствие в районную прокуратуру также поступила жалоба. Вообще в интернате для своих постояльцев всегда пытаются создать идеальные условия. Недавно здесь заменили все окна. Вместо деревянных установили пластиковые. Ремонт в доме-интернате для престарелых и инвалидов стараются делать по мере возможности. Сразу и на все денег не хватает, но в любом случае здесь обязаны реагировать на жалобы всех постояльцев. Закон есть закон. Вообще среда для лиц с ограниченными возможностями в Маргаушах уже давно становится доступнее именно благодаря прокуратуре. Обращаются сюда и те, кому отказали от учения путевки на лечение в санаторие. Так совсем недавно в прокуратуру района поступило обращение ветерана боевых действий в Афганистане, которому по состоянию здоровья полагалась путевка на санаторно-курортное лечение. Однако в 2013 году им путевка получена не была. Вышли с исковым заявлением в Ленинский районный суд. Данное исковое заявление рассмотрено, удовлетворено. Вообще разрешение спора в социальной сфере является одной из ключевых задач. Любая просьба тем, кому необходима помощь, без внимания оставаться не должна. Дмитрий Ковалев и Антон Вовк. Республика. С 1 июля уехать на автобусе в Москву из Чебоксара будет не так просто. Автобусам, ранее отправлявшимся с несанкционированной стоянки рядом с железнодорожным вокзалом и рестораном «Фаворит», предложено выбирать другие места для стоянки и посадки пассажиров. Ежедневно из Чебоксара в Москву отправляются более 30 автобусов, в основном с площадки около магазина «Елена». Но эта стоянка не отвечает нормативам по перевозке. Здесь нет оборудованных мест для посадки, не обеспечена безопасность пассажиров и их багажа. «Предъявляются дополнительные требования уже и к процедуре продажи билетов, к процедуре посадки, к процедуре осмотра предрейсового контроля, состояния автобуса и всего такого прочего. То есть на сегодняшний момент на этой территории ничего сделать нельзя. Но я уже молчу про разряд удобств для пассажиров, которые отправляются у нас там в дальние следы». Городские власти приняли решение закрыть эту несанкционированную стоянку. Здесь установят запрещающие знаки. Проверять исполнение постановления будут сотрудники ДПС. «Данная площадка, откуда отправляются автобусы, она не отвечает санитарным требованиям и требованиям безопасности пассажиров, которые сейчас отправляются автобусы. И поэтому мы предлагаем вам заключить договора с теми площадками, с хозяевами тех площадок, которые отвечают всем требованиям». «Понятно, что сейчас за размещение автобусов около Елены никто из предпринимателей не платит. 1 июля надо будет заключать договоры с собственниками обустроенных площадок, которых не так уж много. Это центральный автовокзал столицы, пригородные и новосельские автостанции. И это будут уже денежные арендные отношения. В срок до 1 июля перевозчики должны принять решение, где они будут размещать свой автотранспорт. Ведь не оставлять же без внимания интересы почти 900 жителей республики. А именно столько человек ежедневно отправляются в Москву из Чебоксар. Татьяна Молкова, Антон Вовк, Республика. «Твоя страна, твоя команда». Именно так звучит слоган предстоящего в 2015 году командного чемпионата Европы по лягу атлетики в столице Чувашии. Одного из самых престижных соревнований континента. В середине июня в немецком городе Брауншвейк завершилось пятое по счету подобное состязание. Там побывала и делегация из столицы республики. Набраться опыта и привести в Чебоксары флаг соревнований. Сегодня в зале заседания главы города обсуждались итоги поездки в Брауншвейк. Сборная России заняла второе место в командном зачете. Ну а победителем домашних состязаний стала Германия. Теперь, по мнению чиновников, родные стены должны помочь и нам. Сам же уровень проведения соревнований делегация Чувашии оценила на отлично. Ухоженность города и хорошие дороги покорили представителей власти. Это очень зрелищные соревнования, интересные, динамичные. Все происходит в одном стадионе и сразу несколько видов спорта, которые одновременно могут стартовать и одновременно могут проходить. И, наверное, зрелищнее, чем даже массовые виды спорта. Стадион, если вы посмотрите, стадион был полон. В заключительный день соревнований состоялась церемония передачи флага Европейской Атлетической Ассоциации столицы Чувашии. Сейчас переходящий символ чемпионата находится в Чебоксарах. А уже в следующем году город ожидает гостей из Европы. Приезжих планируется порядка двух тысяч человек. Мы буквально в июле уже начинаем реконструкцию стадиона Олимпийский. Основной объем – это у нас подготовка тренировочного поля. Фактически тренировочный стадион. Фактически заново его будем делать, потому что главное условие – покрытие на разминочном стадионе. Тренировочном, разминочном, по-разному его называют. Оно должно быть точно такое же, как на соревновательном. Такой большой масштабный капитальный ремонт будет проведен. Все остальное у нас соответствует. Сам город, по мнению представителей администрации, нисколько не уступает Германии по благоустройству и чистоте. Но есть и недочеты, которые чиновники планируют исправить. Мы страдаем по дорогам. Вот упор сейчас. Мы говорим, что администрации, депутаты будем делать на дороге в городе, чтобы качество дорог действительно, чтобы у нас лучше было. Вот сейчас с Алексеем Олеговичем тоже обсудили, что внимание на дороге, средства на дороге из бюджета города, с республики, с дорожного фонда. Нам необходимо больше средств, чтобы действительно делать дороги, европейские. Поиск национальных партнеров стал основной задачей подготовки к чемпионату. Кстати, официальными партнерами планируют стать известные мировые бренды. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Таким был день глазами журналистов национального телевидения. Я с вами прощаюсь, но не переключайтесь. Далее вас ждет интервью по существу. Гость студии, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов Анатолий Иванов. Хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова